Здравствуйте! В эфире первокарагандинского новости. Корреспонденты и я, Гульнур Жакен, расскажем вам о главных событиях этого дня. Президент Пенпердент. Книга о первом президенте Казахстана, написанная школьниками. 926 рейдов провели полицейские с общественными организациями в ходе акции «Дети в ночном городе». Как не обидно, но шахтер проиграл 2-0 Алматинскому Кайрату. В городе, где начиналась трудовая деятельность первого президента, презентовали книгу, которая была написана школьниками. На презентацию книги президент Пенпердент прибыл министр образования и науки Аслан Саринджипов и Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков. Сегодня каждый казахстанец с гордостью говорит о том, что наш президент навсегда вошел в историю, как человек, с именем которого связаны все наши достижения, отметил глава региона. Расултан Абичевич Назарбаев большое внимание уделяет воспитанию подрастающего поколения, находит время для встреч с детьми и молодежью. Эти встречи стали для них самой знаменательной датой в жизни. О том, какую роль о судьбе многих школьников и студентов сыграл лидер нации, рассказывается в книге президент Пенпердент, которая является уникальным изданием и, безусловно, станет большим событием в общественно-политической и духовной жизни страны. В нее вошли сочинения 32 учащихся школ республики, победителей конкурса сочинений о президенте страны. На презентации выступили Бауржан Умаров, заместитель пресс-секретаря президента страны и соратники президент Куаны Шумашев и Нина Вахитова. Информационно-культурный караван Жастар-Жастаргас сегодня прибыл в Бутагору. Его ежегодную просветительскую акцию карагандинские власти совместно с городским филиалом Бартино-Рутан и Управлением по вопросам молодежной политики устраивают уже на протяжении 7 лет, дабы сельская молодежь тоже была в курсе о всех действиях главы государства. Пропагандистский караван Жастар-Жастаргас успел побывать уже почти во всех городах-спутниках и поселках Карагандинской области. Теперь очередь дошла и до Батакары. Молодые работники различных отраслевых предприятий района сегодня впитывали в себя как губки информацию о многочисленных программах, которые помогают молодому поколению. Для молодежи Казахстана, в том числе и для Карагандинской области делается очень много. Есть различные социальные проекты, есть программы, в которых молодежь могла бы открывать свои бизнесы, получать достойные места жительства. Как открыть свое дело? Молодые люди задавали вопросы, а специалисты каждой отрасли давали подробные и полноценные ответы. Цель просветительского каравана – направить будущее нашей страны в нужное русло, чтобы молодежь знала о том, что государство заботится о них в первую очередь и создает все условия для их процветания. Мероприятие проходило в легкой непринужденной обстановке. Певцы и музыканты добавили немало веселья в это на первый взгляд официальное мероприятие. Караванджа Старжа Старга к концу этого года объедет с просветительской миссией весь шахтерский регион. Амина Смакова, Айдин Жакан, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Подростковая преступность в 100% случаях – вина взрослых. Именно поэтому необходимо выработать единые подходы, объединить усилия государственных органов, преподавателей, родителей и полиции по развитию профилактической работы среди несовершеннолетних. Эти вопросы решались на городском семинаре-совещании, который проходил в 62-й средней школе. На семинаре-совещании состоялся обстоятельный разговор по работе с трудными подростками и профилактике преступности в среде молодежи. За 9 месяцев текущего года зафиксировано снижение преступлений среди молодых людей на 29,7%. Однако, несмотря на это, в целом проблема подростковой преступности остается острой. Сегодня до 80% составляют преступления имущественной направленности, хотя в последнее время в этом списке появились виды преступлений, которые ранее не были свойственны малолетним преступникам. Сегодня каждое десятое подростковое преступление в Казахстане связано с угрозой жизни и здоровью потерпевших, незаконным оборотом наркотиков и тому подобными взрослыми мотивами. Проведенный анализ преступлений, совершенных в отношении совершенных за сентябрь месяц текущего года, показал, что в основном заминируют преступления имущественного характера. Это значит кража 14 фактов, грабежи, мошенство и вымогательство 1 факт. Детство закладывает фундамент будущей жизни человека. Эта аксиома не вызывает сомнений. Исследование последних лет подтверждает, что неблагополучное детство изменяет метилирование ДНК и экспрессию генов, отвечающих за адаптацию к стрессу. Причем эти изменения впоследствии могут осохраняться всю жизнь. Поэтому профилактическая работа с несовершеннолетними не должна носить формальный характер. В ней должны принимать участие все, от родителей до ювенальной полиции, вместе с педагогическими коллективами, врачи, психологи. Причем более трети несовершеннолетних правонарушителей сегодня являются учениками школ, лицеев и гимназий. На семинаре совещания были подведены итоги работы с подростками за 9 месяцев текущего года и внесены коррективы в планы работы на новый учебный год. Сергей Высокосов, Улжас Габбасов, Батья Руспанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Торговая марка Галвин представляет Эконом-серия профиль Галдек 53 серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм Представляет собой качественное и экономичное решение Если Вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это Ваш профиль Стандартная система профиль Галвин Профиль Галвин 60 серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система Стандарт относится к классу А А значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия Эксклюзив Пятикамерный профиль Галвин 70 серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя Значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета Профиль Галвин выпускается в шести цветах Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Галвин Морозостойкий, надежный, прочный К другим новостям В случае использования детского труда, выявленный в Карагандинской области В ходе акции «Дети в ночном городе» полицейские провели 926 рейдов Проверили районы, дачи и частные хозяйства Вошли с обходами 333 неблагополучные семьи Осмотрели около 300 подвалов и территорий вокзалов За время рейда выявлено 7 фактов использования детского труда Полицейским удалось установить факты, когда дети занимались торговлей Таких случаев 4 Установлено, что 2 ребенка, пытаясь заработать себе на жизнь, трудились грузчиками В 5 случаях дети работали по трудовым договорам 2 несовершеннолетних работали вообще без договора Об этом нам сообщили в пресс-центре ДВД области В результате проверок возвращено в школу 19 детей, которые не посещали занятия от 10 дней до месяца Составлено 23 административных материала за невыполнение обязанностей по воспитанию детей Вместе с тем в ходе акции удалось вернуть в семью несовершеннолетнюю девушку Которая уже 19 дней не посещала занятия в школе В проведении акции дети в ночном городе приняли участие полицейские, педагоги Представители общественных объединений, медики, родители Входящие в инициативную группу Всего 537 человек Рынки Караганды будут реконструировать На месте прежних хаотичных торговых площадок появятся цивилизованные крытые помещения В городском Акимате в очередной раз собрались собственники карагандинских рынков Которые рассказали главе города о ходе подготовки к модернизации торговых площадей На сегодняшний день в Караганде функционирует 22 рынка Некоторые из них уже давно не соответствуют санитарным нормам Глава государства Нуршултан Назарбаев поручил Акимов строить нормальные крытые торговые центры И закрыть все неорганизованные базары В нашем городе эта работа уже набирает обороты Отделом Кромоста совместно с руководителями рынков Разработаны графики строительно-монтажных работ по модернизации рынков Из 9 требующих модернизации рынков Все миров предоставили данные графики Кроме рынка Горняк и рынок Арай Реконструкции подвергнутся все крупные рынки города Вот, к примеру, на месте рынка Алты-Нарба Позаведут современное здание, соответствующее последним технологиям В том числе и энергосберегающим А вот по некоторым базарам до сих пор остаются вопросы Где-то с финансированием, где-то с техническими условиями Реконструкция и модернизация рынков Это вообще один из самых важных вопросов для развития нашего города Если раньше при покупке товаров приходилось посещать рынки То сегодня эти объекты считаются уже некоторым родом старевшими Собственники рынков дали градоначальнику полный расклад подготовительных работ к модернизации С указанием конкретных сроков реализации Уверяют, что со временем все базары Караганды Приведут в цивилизованный вид для удобства покупателей Это очень важно для гаража То есть создание, это новые рабочие места Это создание цивилизованных условий торговли Потому что на сегодняшний день наши люди достойны того, чтобы работать И я думаю, что в целом, как ни договариваются, мы будем вводить в эксплуатацию Вам желаю только успехов в этой части На совещании также рассмотрели вопросы соблюдения налогового законодательства предпринимателей Кроме того, подняли проблему стихийной торговли, с которой последние годы местные власти ведут активную борьбу В завершении заседания Аким города Нурлана Убакиров дал ряд четких поручений В том числе Управлению внутренних дел города Караганды Активизировать работу по соблюдению миграционного законодательства иностранцами В особенности на рынках города Продолжить работу по приведению торговых рынков города В соответствии с стандартным законодательством страны А также отделу предпринимательства и промышленности города Вести мониторинг исполнения утвержденных графиков по модернизации рынков Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский Городской Акимат принял всех желающих получить ответы на интересующие вопросы Раз в квартал Акимат Караганды проводит акцию «День открытых дверей» В рамках которой горожане смогли озвучить свои вопросы Акция очень удобна для жителей тем, что здесь можно напрямую задать наболевшие вопросы Не только представителям государственных учреждений, но и коммунальных служб Горожан принимали в том числе услугодатели и организации Отвечающие за чистоту благоустройства города и за уличное освещение Сегодня Акиматом города Караганды проводятся мероприятия «День открытых дверей» Целью данного мероприятия является разъяснение гражданам различных программ Предоставление информации о возможностях, а также оказание правовой помощи Таким образом Акимат и население совместно находят решение проблем Отметим, что ни одно обращение или заявление не остается без внимания Цель моего сегодняшнего визита – это реакция на разрекламированную акцию по телевидению Что будут сегодня здесь рассматриваться социальные вопросы какие-то Я так рассчитываю, что у меня вопрос по поводу получения для пенсионера проездных билетов Как показывает анализ обращений, в 80% случаев людей волнуют жилищные вопросы В этот раз в мероприятии приняли участие 117 человек Причем абсолютно все получили необходимые консультации на месте Представители Акимата отмечают, что с каждым годом интерес карагандинцев к подобным мероприятиям растет По статистике, чаще всего граждане обращаются с вопросами жилья, коммунальной сферы и дорог Лариса Хусейнова, Айдын Жакан, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский Продолжаем выпуск В Караганде открыли мемориальные доски погибшим сотрудникам МВД В торжественном открытии мемориальной доски приняли участие руководители правоохранительных органов Акимат города Караганды, представители общественности и ветераны По улице Гоголя, у дома, где жил погибший при исполнении служебных обязанностей Оперополномоченный уголовного розыска УВД города Караганды Старший лейтенант милиции Нурлан Сапуанович Байгаскин Состоялось торжественное открытие мемориальной доски С июля 1996 года началась его служба в органах внутренних дел Хотелось бы поблагодарить всех, кто участвовал в этом процессе Особенно УВД города Караганды, департамент внутренних дел Карагандинской области, Акимат Это для нас не только мемориальная доска Это для нас частичка папы, которая будет сопровождать нас всю жизнь 20 ноября 1998 года вечером в одной из квартир была устроена засада Туда должны были явиться подозреваемые в убийстве милиционера В квартире завязалась перестрелка с преступниками, в результате которой Нурлан Байгаскин был смертельно ранен Его напарник Николай Редченко тоже был ранен, но преступники были обезврежены В истории казахстанской полиции достаточно примеров, на которые можно и нужно равняться В мирное время, при исполнении служебного долга, сотрудники внутренних дел Жертвовали жизнями ради безопасности сограждан Гибли и наши земляки, стражи порядка, вступавшие в борьбу с преступностью Проявив при этом несгибаемую волю, мужество и решительности Аким города Караганды Нурлан Аубакиров и начальник ДВД Карагандинской области Генерал-майор полиции Мергенбай Жапаров Торжественно открыли мемориальную доску памяти Нурлана Сапуановича Байгаскина В 19 микрорайоне состоялось открытие мемориальной доски В честь погибшего при исполнении служебных обязанностей Инспектора Дорожной полиции отдельного батальона Дорожной полиции Карагандинской области Старшего сержанта милиции Рустама Рафиковича Можитова Хочу выразить благодарность Акиму Карагандинской области, руководству ДВД За совершение такого большого дела Это для всего поколения, наверное, и молодому поколению, и всем тем, кто знал Рустама О том, что его память будет вечной Родные и близкие погибших милиционеров Нурлана Байгаскина и Рустама Можитова Выразили благодарность за подготовку и воплощение проекта установки памятных досок Они уверены, что эти символы памяти и славы станут напоминанием молодому поколению О мужестве и самоотверженности наших правоохранителей Лариса Хусыинова, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский Новости культуры Жизгазганский музыкально-драматический театр имени Сергея Кужамкулова Со спектаклем под названием «Абельмансыр Савалах Аблай» выступил в нашем городе Это не первый культурный обмен между нашими городами Посвященный 300-летию великого казахского хана Жизгазганцы приурочили показ спектакля в нашем городе к 80-летию Караганды Аблайхан занимает особое место в истории патриотизма и героизма казахского народа Авторами исторической драмы являются поэт Газис Иштанаев и актриса Райхан Ибраева В первую очередь я бы хотел поздравить карагандинцев с 80-летием города Недавно мы отметили 60-летие нашего города Жизгазган В честь 80-летия Караганды мы и приехали к вам Наш спектакль про Аблайхана У нас много спектакля про Аблайхана Наш спектакль отличается тем, что на нем вы увидите становление Аблмансура как хана Аблая В основу спектакля были положены детские, подростковые и юношские годы хана Аблая Лишенный сразу обоих родителей во время жунгарского нашествия Круглый сирота Аблмансур воспитывается уразом Который не дает ему забывать, кто он на самом деле В спектакле детские годы Аблмансура показал учащийся в школе Мандид Джусуп Юные годы сыграл студент актерского факультета Джизгазганского музыкального колледжа Нарухам Фазиев Изучая жизненный путь Аблая, я отметил, что это личность, которая отличается героизмом и патриотизмом Он учит нас любить свой народ, родину и всячески оберегать ее от врагов В реальной жизни я пока не встречал людей с такими качествами Я считаю, что люди с таким характером это редкость С 24 по 29 сентября пройдут гастроли Джизгазганского театра в областном центре Кужамковцы представят карагандинцам лучшие спектакли из репертуара последних лет Ануар Сидрахим, Карет Рашитов, Бахтя Руспанов, Первый карагандинский И в завершении выпуска еще об одном Карагандинский шахтер теряет надежды попасть в Европейскую лигу футбола Вчера в борьбе за выход в финал Кубка Республики Казахстан горники уступили алматинскому Кайрату Ответная игра с южностоличным клубом началась активно со стороны шахтера Но в атаках не хватало заключительной фазы, чтобы мяч оказался в воротах Гости тоже не отсиживались и остро атаковали, нанося удары в створ ворот Во второй половине первого тайма игра выпрямилась И игроки просто начали катать мяч, дожидаясь виска После перерыва во втором тайме наш клуб напористо пошел вперед Но защитники Кайрата не потерялись и выстояли А в концовке второго тайма шахтеру терять уже было нечего И они пошли ва-банк с надеждой на победу Но вместо того, чтобы забивать, они пропустили два мяча В рядах гостей отличились и Саель, и Кислицын После матчевой конференции главный тренер шахтера прокомментировал неудачную игру Самый главный итог, что не смогла команда сегодня морально-волевые качества какие-то продемонстрировать Было такое впечатление, что как будто мы выиграли первую игру 2-0 Победа без поражения не бывает Верим и надеемся, что в следующей игре против Шимкенского рода Басы, которая пройдет 28 сентября, команда соберется и порадует болельщиков Бигзат Аликайдаров, Айдын Жакан, Бахтяр Аспанов, Первый Карагандинский О новостях на сегодня все Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649 Всего доброго Аман Сау Болонстар Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова